Короче, меня развели на доллары. Я купил акционные 9 висп и акционные чипсы. Ну, конечно, нифига не акционные, наоборот, их выставили, чтобы распродать подороже и получить большие выручки. Но, тем не менее, я за это отдал 5 евро. Откратительно высокие цены. Это... Ирландия! Ирландия! И еще раз Ирландия! Прекрасное место, которое мне удалось посетить. Будучи довольно прилежным студентом, я подал заявку на заграничную практику аж год назад, и мне ее одобрили. Конечно, пришлось немного подождать, коронавирус все-таки, но в конечном итоге, в конце ноября 2021 года я полетел в Ирландию, и ожидание явно стоило того. Я наснимал огромное количество кадров, которыми мне, разумеется, хотелось бы поделиться. Поэтому этим видео мы начинаем серию небольших роликов о Жоре в Ирландии. А началось все еще за двое суток до вылета. Я вернулся вечером с Тарту, с конкурса Нормейстера, и начал собирать вещи. В этом мне помогла моя сестра, и я безумно ей благодарен. Сумка получилась безумно тяжелой, но, с другой стороны, в ней можно было бы найти самые разные вещи, которые могли пригодиться в путешествии. После этого я со спокойной душой лег спать. Поскольку до Таллина я решил добираться на поезде, утром ребята дружелюбные отвезли меня на перрон. Погода, конечно, была не идеальная, но терпимая. Оглянувшись по сторонам, я уверенно зашагал к перрону. Прошло еще некоторое время, и поезд прибыл. На самом деле я люблю поезда. Здесь удобно, и царит довольно приятная атмосфера. Большую часть времени я потратил на то, что смотрел ютуб. Время до Таллина прилетело довольно незаметно, но вот уже в самом городе тянулось такое чувство, что бесконечно. Впрочем, я не жалуюсь. Чем больше я еду, тем больше красивых кадров снимаю. Жаль, что моя китайская звонилка нормальную стабилизацию поддерживает только при 1080p. И вот момент истины настал. Я на Балтияме. Чёртов ветер, дай послушать дядю. Я принял решение отобедать прямо на Балтияме в Бургер Кинге. Вы можете не удивляться моему маленькому ступору. Это был первый раз, когда я столкнулся с доливанием напитков. Я решил устроить себе небольшой праздник. И вместо обычной картошки фри, взял картошку фри из батата. А также какой-то средний вопер, я название, если честно, не помню. Вкусный ли вопер? Ну, я совру, если скажу, что нет. В общем, после сытного обеда, по закону Архимеда, Жора едет в отель. Как же я всё-таки люблю свои серые штаны. Стоп, что? Путь до отеля был не из самых лёгких. Во-первых, было холодно. Во-вторых, отель находится не в самом идеальном месте с точки зрения общественного транспорта. Чёртовы, таллинские дороги, нифига не перейти. Нет, серьёзно. Я как человек, который всю жизнь живёт в маленьком городе, очень плохо переношу, знаете, такие большие развязки, большие дороги, где куча переходов. Я на них просто теряюсь и не могу нормально найти себе дорогу. Бывает такое, конечно, иногда. Это ещё ни разу не приводило к каким-то печальным последствиям, но всё равно неприятно. А отель ещё и находится в не самом удобном месте, если честно. То есть, чтобы от него добрался от Балтияма, мне потребовалось подождать какое-то время автобус, оно в лице всё-таки холодно, и потом ещё вот сейчас пешком идти. Чёрт возьми, опять меня обманули. Мне сказали, что надо идти не в экспресс-хотел, а в конференц-хотел. Ну, якобы ребята, которые в Австрию ехали, подавались в него. Я сейчас подошёл на ресепшн, даю свой ID, а меня посылают в экспресс-хотел. Классно. Окей, надеюсь, что на этот раз всё получится. Парам-пам-пам. И он успешно заселился. Даже понял, что говорил работник отеля на английском языке. О, господи. Сколько всяких новых вещей, которых я не сделал раньше, приходится делать сейчас. Я никогда не заселился в отель ещё. Ага, 412, ну пойдёмте. А-а-а, вот-вот он. Тан-та-дан-тан-тан-тан, и компани, и компани, и компани. Э-э-э, 412. А-а. Окей. Так, я что, да, он? 412. Ой, господи, что? Двойка, и никакая другая больше цифра. Так почему я открыть, блин, дверь не могу? Я подумал, что мой ключ сломан, и решил попросить Никиту открыть дверь. Но у него тоже не получилось это сделать, поэтому мы пошли на ресепшн и попросили помощи. Ребят, поздравляю, я не тупой. Просто карточка была сломанной, поэтому нам заменили номер на 411. Е-е-е. All right. Две милые кроватки. Зеркальце, стол, телек, стул, тумбочки, лампы. И красивые обои. В принципе, все, что нужно для жизни двух молодых независимых мужчин. Будет свет. Надо было просто ее сюда сунуть, и... Окей. Уже неплохо. А что касаемо ванны? Ну, оно такое элитное, слушайте. Гладенько так. Большое зеркальце. Жора. Полотенчики, значит. Унитаз. Душевая кабинка, кстати, прикольно. Выглядит здесь я точно не затоплю номер, как в прошлый раз. Прекрасно. Что касаемо вида из окна. Ага. То, что вы видите, это гор-холл. Сейчас он заброшен, но когда-то его использовали для проведения Олимпийских игр. Он читает реддит. Реддит, реддит. В общем, пока Никита листал реддит и смотрел фильмы, я предпринял решение немного погулять. Холодно нынче в Таллине. Я надеюсь, что в Ирландии будет немножечко потеплее, потому что, судя по прогнозу погоды, там все-таки на пару градусов побольше. Я сел на трамвай и поехал к Веру Кеску Совет. Там было место встречи с Элечкой. И вот Элечка наконец приехала, и мы пошли гулять. В один момент мы зашли в кофеин, чтобы согреться, насладиться теплым кофе и зарядить пленку в фотоаппарат. Временами мы все больше углублялись в старый город, ведь это по-настоящему красивое место, особенно, когда приближаются зимние праздники. А после прогулки мы сделали очень интересную вещь. Пошли в театр. Я в театрах был всего лишь пару раз в жизни, поэтому для меня это неимоверно приятный опыт. Сказать, что мне понравилось, это не сказать ничего. Игра актеров была просто великолепна, а сама комедия очень смешная. Как же все-таки сильно я обожаю в Абудус и Виолек. Пришло время расходиться. Я проводил своих друзей до терминала, откуда они уехали домой, а я со спокойной душой отправился в отель. Зашел на парковку и купил себе энергетик. Вы не подумайте, энергетики я практически не пью, они все-таки вредны, к тому же я сердечник. Просто по пути в отель у меня появилось небольшое желание освежиться и при этом попробовать что-то новое. Придя в отель, я сразу же отправился в душ и могу сказать, что мне очень понравилось. Пришло время спать.